Приветствую всех страждущих до больших карпов поклонников карпишинга. Если в своих предыдущих видео я показывал вам поводки преимущественно для сбалансированных насадок нейтральной плавучести, то сегодня мне бы хотелось поговорить о поводках для более изящной ловли. Нередко получается так, что в начале сезона, в первые месяцы весны, рыба еще не до конца оправилась после зимней спячки, особенно если погода не спешит радовать теплым солнышком. В такие дни рыба ведет себя очень осторожно. Вот тут-то и пригодится редко используемый карпятниками монтаж для ловли осторожного карпа. Это поводок из флюрокарбона. В данном случае это материал Fox Illusion. Его главное преимущество – D-образная секция с тыльной стороны цевья крючка, размер которой чуть больше обычного. В отличие от стандартных D-ригов, у которых петля заканчивается рядом с ушком, у этого поводка D-образная секция идет вдоль всего цевья до поддева. Это дополнительно улучшает засекаемость поводка и придает насадке большую свободу хода вдоль всего цевья. При использовании этого поводка вы легко сможете уменьшить размер крючка вплоть до восьмого номера. Так как насадка свободно ходит вдоль цевья, то когда рыба засасывает ее вместе даже с самым маленьким крючком, сам крючок, вернее его жало, находится довольно близко относительно используемой нами насадки. Еще одно преимущество использования жесткого поводка, особенно вот с такими маленькими насадками, как у меня, в том, что когда белая рыба ведет себя очень активно, то возникает много проблем при ловле на мягкие плетеные материалы с маленькими, очень аттрактивными насадками. Несмотря на свой размер, они привлекают всю бель, и наш поводок то и дело путается. В этом же случае жесткость поводка играет нам на руку, и есть большая вероятность, что поводок не запутается на дне. И даже если бель захочет подергать за насадки, то такому поводку будет очень трудно захлестнуться за грузило. Еще одно преимущество этого поводка – его очень легко связать. Конечно же, можно навязать поводки заранее, однако, когда возникает необходимость поставить новый поводок, например, в середине ночи, то у вас не уйдет много времени на его изготовление. Этим поводком можно эффективно пользоваться для презентации тонущих насадок на дне водоема, а также сбалансированных насадок, которые будут парить над дном, как, например, вот эти две небольшие искусственные кукурузины. Как правильно связать Дерик на флюрокарбоне? Чтобы сделать этот поводок, сначала необходимо привязать материал в основание цевья крючка. Этот узел желательно расположить примерно на высоте бородки крючка, и тогда получится хороший угол для небольшой петли. Как только вы сложили материал пополам и сделали небольшую петлю, надо сделать три оборота материалом вокруг крючка. После чего продеть конец, который в последующем-то и станет вашим поводком в получившуюся петлю, а затем завязать обыкновенный безузловой узел чуть ниже ушка крючка. Не надо делать много оборотов вокруг крючка, это даст крючку большую агрессивность, ведь главное, чтобы крючок занимал агрессивное и относительно прямое положение. Если же вы переусердствуете с оборотами, то крючок будет располагаться плашмя. По мне, так пять оборотов для безузлового узла вполне достаточно. После этого переходим к свободному концу, и заканчиваем изготовление поводка. Стандартная длина поводка составляет от 18 до 25 сантиметров, однако вы всегда подбираете длину исходя из типа дна в точке ловли и особенностей строения туловища местной рыбы. В некоторых случаях я укорачиваю длину до 15 сантиметров, например, когда рыба ну очень осторожная, и мне очень важно, чтобы засечка происходила сразу же в тот самый момент, когда рыба берет насадку. Как вы только что убедились, на изготовление этого поводка уходит не так много времени. Основная трудность в том, чтобы понять, как правильно завязать фиксирующий узел на цевье крючка. Однако, как только вы набьете руку, то поймете, насколько это быстрый в изготовлении монтаж. Обязательно подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много полезных и захватывающих сюжетов. Время ловить карпа.